Здравствуйте! В эфире новости телеканала Майя Удмуртия. Главные события нашей республики в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Продолжение следует... С огромным багажом и морем впечатлений в Ижевск вернулся школьник, участник полярной экспедиции. Руководителям лечебных учреждений республики предстоит до 1 мая заключить со своими работниками дополнительные соглашения, где будет детально прописан режим труда и отдыха и системы оплаты труда. Об этом сегодня заявил глава госинспекции по труду Олег Украинский. В ходе проверки уже в середине апреля руководителям медицинских учреждений были скорректированы выплаты стимулирующего характера. Это примерно около 100 человек, которые получили или получат на той неделе получили, или на этой неделе получат до начисления стимулирующих отбавок, там где были какие-то перегибы и перекосы. Четко прописать условия оплаты труда. Такая задача поставлена перед всеми руководителями лечебных учреждений. В частности, дополнительная оплата будет производиться участковым терапевтом за расширение зон обслуживания. Нагрузку на врачей снизят за счет создания новых участков. Их в Ижевске уже с начала апреля стало на 10 больше. Сегодня в Болезино состоялось первое слушание по делу о сливе токсичных отходов. На полторы недели позднее, чем планировалось принести заседание с 11 на 22 апреля, попросили адвоката обвиняемых. Государственным обвинителям было изложено предъявленное подсудимым обвинение, и суд установил очередность исследования доказательств по делу. Судебное заседание, следующее состоится 29 апреля, будут допрошены свидетели. На скамье подсудимых 4 человека, которые обвиняются в нарушении правил обращения экологически опасных веществ, и отходов. По версии следствия, в декабре 2011 года они перевезли по железной дороге из Новочебоксарска и слили в битумохранилище возле Болезино более 300 тонн химикатов. Ликвидация последствий ЧС обошлась бюджету Удмуртии в 18 миллионов рублей. А накануне Болезинский район навестил глава республиканского парламента. Его очень ждали жители деревни БДП, особенно молодые родители. Здесь никак не могут после ремонта открыть детский сад. Сначала затянули строители, а сегодня вмешался Роспотребнадзор. Все подробности конфликта в репортаже Марина Баля. Узнав, что в БДП едет председатель Госсовета Удмуртии, жители с раннего утра пришли к деревенскому садику. Среди них самые заинтересованные. Бабушки, уставшие нянчить внуков и мамы, которым пора выходить на работу. Но почти готовый садик все никак не заработает. Родители жалуются. Строители две комнаты ремонтировали 9 месяцев на полгода, затянув сроки. А каждый месяц обещают, что откроется, откроется. До сих пор еще не открыли. Почему, спрашивают мамы. В деревенском соцобъекте все запутано, объясняет директор и родителям, и главе республиканского парламента. В здании, кроме садика, еще и деревенский фаб. Роспотребнадзор узнал, что больные бодипинцы к доктору будут ходить по детским участкам и запретил открывать не то, что новую группу. Прикрыть заставляет и ту, что уже работает. Кроме того, отремонтированные помещения пусты. Мебели нет, постельного нет, кровати нет. А куда все подевалось? А у нас все свое, то, что все занято там. На шкафчике, кроватке, посуду и игрушки для новой группы по расчетам местных властей нужно еще 250 тысяч рублей. На то, чтобы отвезти инфекцию от детей, тоже придется тратиться. Глава парламента предложил перенести игровые участки и сделать подход к ФАПу обособленным. Не зависнет ли решение вопроса, спросили мамы. Нет, не допустим. Две недели срок уберем, но совместно тянем, потому что дети... А вы давайте прибирайтесь, через две недели я приеду еще раз на новоселье вашей. Александр Соловьев пообещал приехать не только на новоселье, но и благоустроить участки, подарить садику новый детский городок. Марина Бали, Юрий Дроздов, телеканал Майя Удмуртия. Просьба к республиканским законодателям есть и у полицейских. Они предлагают запретить ночные прогулки подростку вплоть до 18 лет. Свои поправки в соответствующий закон МВД Удмуртия намерен озвучить депутатам Госсовета уже на этой неделе. Мера, уверенно говорят, вынужденная. Поскольку сталкиваемся с такой проблемой, что 60-70% участников преступления это лица 16-17 лет, она настолько актуальна эта проблема, что мы вот выходим с такой инициативой увеличить возрастной цен с 16 до 18 лет. Статистика, утверждает Светлана Селева, действительно неутешительная. За три последних месяца значительно стало больше тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Их доводы, надеются полицейские, республиканские законодатели без внимания не оставят. Художниками и фармацевтами разрешили работать солдатам альтернативной службы. Список профессий в этом году пополнен новыми специальностями. Сейчас их 130, от дворника до мастера народных промыслов. Но несмотря на большой выбор, альтернативная служба так и не стала популярной. Более того, потенциальные солдаты к армии готовятся еще будучи студентами. Не первый год в одной из войсковых частей республики устраивают день открытых дверей. Расскажет Анастасия Редько. В то, что кадет Зорин очков выбит по максимуму, не сомневалась вся команда монтажного техникума. В стрельбе из винтовки он ас среди одногруппников. Последник в ДСААФовских соревнованиях стал лучшим среди студентов удмуртских вузов. Не подкачал и сегодня. Стрельба удалась лучше сегодня, чем в предыдущие разы. Потому что уже винтовка опробованная, помещение знакомое, к освещению привыкшее. Привык Рома к этому тиру за несколько лет участия в патриотической акции «Один день в армии». Над студентами взяли шефство контрактники внутренних войск МВД. Каждый год они приглашают ребят на соревнования в войсковую часть. Учатся стрелять, щеканить шаг, гонять в спортзале. Поблажек здесь нет даже девушкам и даже таким хрупким. И не надо, говорит Света Семенова, показав высший пилотаж сборки и разборки автоматов. Единственная представительница слабого пола на деле оказалась сильнее своих соперников парней. Будущий педиатр, в прошлом кадет, на соревнованиях показала едва ли не лучшее время. Я не чувствую себя хуже, чем они. Лучше, да. И при том они всегда восхищаются, видя, ну как девушка это делает. Подтягиваясь на турниках, студенты подтягивают свою форму. Будущим защитницам пригодится. Из этих двух сотен молодых людей в армию пойдет большинство. Цель этого мероприятия, то есть, чтобы ребята погрузились на один день в атмосферу военной службы, узнали, может быть, почувствовали, что это такое, чтобы они не боялись армии, что ничего страшного тут нет. Очень много кто после таких вот мероприятий идут служить, желая туда попасть. Кадет Зорин, например, не исключает, что если повезет с войсками, то вообще подпишет армейский контракт. Хотя раньше военное будущее его совсем не интересовало. Анастасия Литько, Василий Хриков, телеканал «Моя Удмуртия». Тратить бюджетные деньги на город, а не на депутатов, просит республиканское следственное управление. Сегодня ижевские народные избранники получают по 30 тысяч рублей ежемесячно на обеспечение своей деятельности. Слишком много, уверены следователи. Поводом для таких заявлений стало расследование уголовного дела о хищении одним из депутатов Гордумы более полумиллиона бюджетных рублей. Получить их депутат смогла по подложным документам. Всего в двух городах Удмуртии, Ижевске и Сарапуле, выделяются средства депутатам на эти цели. Причем в Сарапуле выделяется всего лишь 2,5 тысяча. Сумма в 30 тысяч рублей, она достаточно велика. И возникает, наверное, соблазн все-таки, в том числе и у депутатов, похитить эти денежные средства. Наше предложение на представление, это либо уменьшить данную сумму в 30 тысяч рублей ежемесячно, либо вообще ее убрать. При дефиците бюджета разбазаривать, так скажем, денежные средства мы считаем нецелесообразным. Всего депутатам Ижевской Гордумы 5-го созыва было выплачено более 27 миллионов рублей. По мнению органов следствия, эти деньги можно было направить на решение насущных социальных проблем. Республиканское следственное управление направило соответствующее представление в адрес главы города. Документ будет рассмотрен депутатами 25 апреля. И к другим темам. Селяне республики готовятся к посевной. Планы на этот год засеять больше 500 тысяч гектаров. И в интересах сельхозпроизводителей не сокращать, а только увеличивать посевные площади. Почему, объяснит Елена Лебедева. Для механизатора Капитоныча, так лесогуртовцы называют Виталия Хохрякова, эта посевная будет почти юбилейная. В местном хозяйстве он работает без малого полвека. Впрочем, здесь трудятся практически все деревенские жители. СПК, можно сказать, градообразующее предприятие, которое стабильно выплачивает зарплату. Причем по сельским меркам немаленькую. Сейчас около 8-9. Это зимой? Да. А летом? Летом больше. До 20 доходит больше, наверное. Даже сейчас у механизаторов сезонного простоя нет. Надо подготовить технику к полевым работам. Все необходимые запчасти уже приобрели. Сейчас ремонтируют сейлки. Само по себе хозяйство небольшое, но каждую весну засеивают почти тысячу гектаров. Бесхозных земель у СПК нет. Нынче готовы даже взять планку выше. Тем более республика каждый год селянам помогает. Лесогуртовцы уже получили субсидию в 300 тысяч рублей на покупку минеральных удобрений. Комбикорм сельхозпредприятие не закупает. Хватает своего зерна. Сеют кукурузу, пшеницу, овес и многолетние травы. Клевер, к примеру, считают в селяне лучшим витаминным лакомством для буренок. Зерно очень важно, если кормим, у нас молоко сбавляется. А если клевер вовремя законсервированный, значит, там молоко бывает. Мы до 20 литров на голову дуем. Председатель СПК раскрывает еще один секрет успешных надоев. Чтобы молока буренки давали больше и по жирности выше, к традиционному силосу добавляют шоколадные конфеты. Некондицию специально закупают на кондитерских фабриках. И результат каждый год оправдывает. Рекорд прошлого 2012-го – 6,5 тысяч тонн молока с одной коровы. СПК Лесогурт стал лучшим по Дебёскому району. В планах на этот год надоеть не меньше 7 тысяч и ни в коем случае не сокращать посевные площади. От этого теперь напрямую зависит размер господдержки. Сколько гектаров засеяли, столько денег и получили. Раньше давали какую поддержку? На минеральное удобрение, оно сохранилось тоже. Или на технику. Сначала надо купить, предстоит документы, только после этого можно было получить деньги. А по несвязанной поддержке – это отчетность 29 СХ. Они документы представляют, сколько посеяли, какие площади, какие культуры. И согласно этого документа мы выдали деньги. В районах республики техника уже выходит в поля. Первыми к полевым работам приступили малопургенцы. Здесь уже подкормили многолетние травы. А если погода не подведет, начнут посев ранних яровых культур. Елена Лебедева, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Генеральная уборка началась в республике только в Ижевске. В минувшие выходные на субботники вышло почти 14 тысяч человек. Наша съемочная группа присоединилась к одному из них. Городские активисты себя не называют экологическими энтузиастами. Мусор не просто собирают, его они сортируют. Отдельно идут пластик и полиэтиленовые пакеты. И отдельно стеклянные бутылки. Для того, чтобы потом все это можно было сдать в пункты приема вторсырняк. Алюминиевая банка сгоньет к 2063 году. Пластиковый пакет к 3013. Стекло через тысячу лет. Одноразовый стаканчик из пенополистирола никогда. Эти факты давно пора брать на вооружение. Уверены борцы за чистоту. Половину собранного на субботниках урожая можно переработать заново. В дальнейшем хочется постараться донести до администрации, до населения важность создания сбора мусора. Потому что такие простые, допустим, категории мусора, как макулатура, бумага, они могут быть очень быстро утилизированы. Причем совершенно простыми способами. Пунктов приема вторсырья в Ижевске ни много ни мало 30 штук. В разных частях города принимают стекло, пластик, пленку и картон. Что-то обретает новую жизнь на предприятиях республики. Например, в Можге перерабатывают стеклотару, а часть увозят в другие регионы. Стекло и пластик будут воздействовать на переработку, то есть не попадет на полигон, а если он сделает опять те же бутылки. Смайк, как правило, не очень много, поэтому ее смысла нет сортировать. То есть там нужный объем хотя бы до 100. Идею эко-субботника охотно поддержали блогеры и другие неравнодушные интернет-пользователи. И пусть в первый раз собралось чуть больше 20 человек, даже такой результат организаторы считают достойным началом благого дела. Следующий субботник пройдет 27 апреля в парке Кирова. Там горожане смогут сдать мутель, использованные батарейки и энергосберегающие лампы. Я наградила Валаврентий Павлов, телеканал «Моя Удмуртия». Субботник провели и в зоопарке. На очистку территории от мусора выходного дня не пожалели несколько сотен волонтеров. Так, из генеральной уборки и покраски заборов они дали старт весенней неделе «Добра». Эта добровольческая акция стартовала почти во всех российских регионах. К ней присоединились и участники волонтерских отрядов Удмуртии. Сегодня это движение в республике насчитывает более 4 тысяч человек. Это интересно, помочь людям делать доброе дело. Все-таки настроение тоже поднимается и себе, и людям. И чище становится в городе немного. Весеннюю неделю «Добра» волонтеры приберут квартиры ветеранов, проведут акции по сбору книг, игрушек, одежды для нуждающихся, съездят в детские дома и соберут деньги на лечение тяжело больных детей. Семидневные акции «Дело не ограничится». План «Добрых дел» у волонтеров расписан на год вперед. Участник экспедиции на Северный полюс Евгений Герасимов вернулся в Удмуртию. 17-летний живчанин был одним из семи путешественников, которые в течение недели прошли 100 километров от полярной станции Борнео до самой северной точки Земли. О своих впечатлениях он успел рассказать и нашей съемочной группе. Три недели странствий позади, Евгений вновь на родной земле с огромным багажом и морем впечатлений. На Ижевском вокзале полярнику устроили торжественную встречу. Пришли друзья и, конечно, мама. Ей все дни похода пришлось просидеть в интернете, чтобы узнать хоть какие-то новости о сыне. Все время в телевизоре какие-то программы все искала, в интернете сидела, звонила, всячески старалась с ним контачить, но не получилось. После того, как он уехал уже в Москве, мы еще как-то общались, когда он был там, а потом уже все, контакта не было. То есть на северный полюс уже позвонить не удалось? Нет, никак, к сожалению. С полюса Евгений привез необычный подарок – воду из ледовитого океана. Сам попробовал и друзей решил угостить. С водой связано и одно из самых ярких впечатлений – купание на полюсе. Часть дистанции участникам экспедиции пришлось преодолеть вплавь. Но в гидрокостюмах было нисколько не холодно. Холодно там не было, но было наоборот тепло. Я думаю, и как-то влазь не хотелось. На улице минус 30, а в воде, я думаю, ноль. Как бы там было тепло, всем охотно было поплавать. Официально честовать полярника будут 30 апреля, на торжествах, посвященных 90-летию спортивного общества «Динамо», в ряды которых Евгения уже приняли. За участие в экспедиции его наградят памятной медалью. Илья Вихарев, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». И еще одна информация напоследок. 24 апреля в 7 вечера на сцене Дворца культуры «Аксион» выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Этот коллектив давал концерты в лучших залах мира, на престижных российских и зарубежных фестивалях. А за пультом оркестра стояли лучшие дирижеры мира. Получить справки и заказать билет можно по телефону или на сайте Удмуртской филармонии. И у меня на этом все. До встречи на телеканале «Моя Удмуртия». Субтитры создавал DimaTorzok